Здравствуйте! Максим Осипов приветствует вас, чтобы порассуждать о зоологической неисправимости одной нашей соседки, близкой географически, но совершенно далёкой, ментально. Не так давно крупный интернет-портал Бельгии Modern Diplomacy пришёл к выводу о том, что Польша вновь готовится к аннексии Западной Украины. Этот специализирующийся на международной повестке бельгийский ресурс опубликовал характерную карту и напомнил, что Польша уже имеет особое право на Украину. Поляки получили возможность занимать места в её правительстве, покупать украинские фабрики. Прогнозы аналитиков таков. Варшава примет решение о введении мирного контингента, то есть польской армии, на территорию Западной Украины, после чего там проведут референдум о присоединении этих земель к Польше. Бельгия референдума уже были замечены во Львове. Украинская армия к тому времени будет уничтожена, правительство эмигрирует за границу, если успеет. Сменивший клоуна пророссийский президент будет нейтрален по отношению к НАТО и ЕС, а у Варшавы появится благородное звание спасителя украинского народа. Скорый раздел Украины охотно допускает и авторитетный польский дзённик политичный. По его прогнозам, Россия заберёт юго-восточные русскоязычные регионы после достижения всех целей своей спецоперации, тем самым отрезав Украину от моря. При этом Москва закроет глаза на западноукраинские области, являющиеся историческими землями других государств. Газета напоминает, что целые предприятия Украины могут по закону стать собственностью Польши. Не говоря уже о реституции и массовом возврате в польскую собственность сотен и тысяч жилых и общественных зданий во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске и всех остальных западноукраинских городах. Заманчиво, а? Тем временем отношение к украинцам в польских СМИ меняется прямо на глазах. В последний день октября тот же дзённик политичный опубликовал передовицу с характерным заголовком. Наглость украинцев не знает границ. Они не хотят жить в Польше, но и отказываться от польских пособий не хотят тоже. А польские радикалы в теледебатах всё громче кроют украинских беженцев матом и гонят прочь из своей страны. Но вишенкой на антикиевском торте стало сообщение польского военного аналитика, бывшего ООНовского штабного офицера, полковника Рышарда Возняка. На его странице в Фейсбуке также появился план раздела Украины. И не только план. По словам пана Возняка, Польша ведёт с рядом европейских стран консультации о том, как разделить западноукраинские территории. При этом о самой Украине аналитик пишет, как о канувшем в лето государстве. В принципе, ничего нового. В 1920 году Польша оккупировала, а позже аннексировала часть Литвы с её столицей Вильнюсом. В 1938-м она же с огромным удовольствием пилила с Гитлером Чехословакию, дав законный павуцеру Черчиллю сравнить себя с мерзким и подлым хищником, живущим по законам джунгли. Сегодня гиена Европы вновь навострила уши и держит нос по ветру геополитики. В конце октября польский премьер Моровецкий в газете «Жечь Посполита» подтвердил, наиболее надёжными союзниками Украины в деле оказания помощи являются страны восточного фланга НАТО. И Польша прежде всего. Моровецкий не зря болтает. Язык до Киева доведёт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok